Я приветствую трейдеров, с вами Аркадий Романович. Короткое видео, как я торгую на Мосбирже. Сейчас 10 часов 3 минуты по московскому времени. Началась торговая сессия, я открываю терминал. И первое, что я делаю, я запускаю свой тренд-сканер. Это робот-советник, который находит по заданным критериям моей торговой системы сигнал. То есть мне не нужно анализировать рынок, искать точку входа. Робот смотрит ситуацию с разных таймфреймов. И когда находится впадение определенных критериев, тут же показывает мне символ вот здесь в таблице. И он сканирует все эти критерии на вот этих всех акциях, которые вы видите в обзоре рынка. Таким образом, где появляются наилучшие условия поймать тренд, тот символ появится в таблице. Сейчас в реальном времени мы с вами ждем готовый сигнал. И как только он появится, будем работать. Покажу, как я принимаю решение. И это будет такой флеш-видео, то есть очень быстрое, чтобы показать вам весь торговый процесс. Я торгую примерно 30-40 минут на открытии рынка. И затем, если я попадаю в тренд, просто остаюсь в нем как можно дольше. Если нет, например, я получил сигнал, рынок пошел в мою сторону. Я забрал небольшую прибыль и все. То есть зависит от того, будет ли взрывное движение. В 80% случаев после этого сигнала цена идет в плюс. И еще в определенном проценте случаев мы видим сильные движения дальше в нашу сторону. Так что ждем. Пока сигналов нет. Это тоже очень важный психологический аспект, что вы не переторговываетесь. Вы действуете в строгом соответствии с правилами. Ваши действия объективны, ваши действия последовательны. Ждем сигнала. Еще что важно, что это экономит ваше время, энергию на анализ, на бесконечный поиск ситуаций, сигналов. Правильно ли я все проверил, сверил, все ли у меня совпало. Здесь робот. Если мы пока ждем сигнала, зайдем в настройки. Причем, видите, я его ставлю на минутный график. А могу это поставить на 5-минутный график. То есть перейти вот здесь на M5 и поставить на 5-минутку. Он будет искать сигнала там. Перейти на 15-минутку. Он будет искать сигнала там. То есть в настройках уже все готово. Вам ничего делать не нужно. Вот смотрите. Я зашел в настройки. Здесь у нас есть параметр max свечей. Это максимальное количество свечей от начала тренда. Чем меньше это значение, тем более ранние тренды мы будем видеть. И, соответственно, если тренд развивается, мы уже не будем входить в рынок. То есть мы будем входить в рынок только на ранней стадии. Соответственно, значение 90 или даже 60. Это оптимально. По умолчанию стоит 90. Идем дальше вниз. Здесь у нас настройки графические. Идут уже по цветам, по ширине, по толщине. Все остальное уже готово. И в самом низу мы видим еще один блок настроек, который отвечает за силу тренда. Здесь используется моя авторская разработка Smart Oscillator. С его помощью мы понимаем, сильный рынок или слабый. Это тоже уже все настроено. Вам не нужно ничего делать. Единственное, что вы можете настроить, это ширину, толщину, цвета и так далее. Мы можем вот эти окна все вот так закрыть, скрыть. А то у меня с предыдущей торговой сессии остались графики. Они нам не нужны. В принципе, вообще все можно вот так убрать в сторону или закрыть, оставить один сканер. И когда условия совпадут, то вы сразу увидите в таблице символ. Вы можете поставить на любой график, абсолютно неважно, таймфрейм тоже любой, например, на минутный, на часовой, на дневной. В основном мы, конечно, используем внутри дня на минутном графике. Когда появится сигнал, вы получите еще и звуковое уведомление. Это очень важно, чтобы у нас был визуальный стимул. То есть, когда мы видим информацию на графике и аудио, когда мы слышим ее, таким образом мы привыкаем реагировать на одни и те же картинки, на одни и те же ситуации, на одни и те же алерты. И таким образом мы приходим к последовательной и прибыльной торговле. И номер один, известный мне в трейдинге способ уйти от эмоций и упорядочить свои действия, это использовать автоматизацию вот этих рутинных процессов, где робот анализирует рынок, робот сверяет все критерии сделки, фильтрует сделки. И когда все условия совпали, уже в готовом виде показывает вам в таблице символ, время и точку входа. И таким образом вы следуете этим сигналом, привыкаете к одной и той же картинке, она становится вам более знакомой на рынке, уже не так страшно принимать решение у правого края графика. И таким образом вы становитесь постоянным, что не хватает трейдерам эмоциональной дисциплины, постоянства. И с помощью этого алгоритма вы можете добиться этой цели. И сейчас я вам покажу, как весь этот процесс выглядит. Сейчас мы переключимся с вами еще на рынок Форекс и рынок криптовалют. Также здесь у меня есть золото, нефть, индексы. То есть я могу одновременно мониторить сотни тысячи графиков акций, валют, криптовалют и находить по стратегии. То есть это не сканер, который просто вам говорит, что там новый максимум или там волатильность. Это сканер, который является полноценной торговой системой. Но вместо того, чтобы вы искали сигнал торговой системы и ждали его, робот это делает за вас. Если мы зайдем в настройки, здесь мы увидим то же самое. То есть одинаковые настройки для МТ4 и МТ5. Никаких различий. Здесь будет написан шаблон. Я вам дам свой шаблон, который использую. Все остальные настройки, все готово. Ничего делать не нужно. Бросили на графики, дальше работайте. Сейчас я покажу, как это все выглядит, когда появится сигнал. Но ждем. В обзоре рынка мы можем добавить любые акции, которые нас интересуют. Акции, которые нас не интересуют. Или валюта, или золото, или нефть. То, что нас интересует или не интересует, мы можем как добавить, так и убрать. Вот отсюда, с обзора рынка. Потому что робот мониторит критерии торговой системы, правила торговой системы. Вот здесь, на этих символах, и вы можете либо добавить, либо убрать любой символ. То же самое здесь, на рынке акций. Либо добавить, либо убрать. И все это легко делается через список символов. Вот здесь мы можем любой фьючерс. Если мы торгуем на Мосбирже, например, любую акцию добавить. Если мы торгуем на Форексе, то же самое. Или, например, на любом другом рынке. То есть мы заходим, выбираем, добавляем или удаляем с обзора рынка. Можем вообще все валюты добавить. То есть работать на любом рынке, но при этом работать по надежному сигналу. Самому надежному, который я знаю, который мне известен за последние более чем 10 лет моей личной торговли. Я перепробовал много разных способов. Я торговал долгое время руками. Долгое время использовал разные таймфреймы. Поэтому, если вы начинающий трейдер и ищете, скажем так, плацдарм для развития, для скачка в этой нише, в трейдинге, то отлично. Если вы уже практикующий трейдер и наверняка перепробовали все, вам не хватает дисциплины, вы чувствуете, что уже вот-вот приблизились к пониманию некоторых принципов торговли, но не удается удержать стабильный результат. Это та самая торговая система, которая вам поможет и привнесет не только дисциплину, но и уверенность в ваши действия. И за этим последуют профиты, потому что без должного торгового процесса не будет результата. Торговый процесс состоит из четких последовательных действий, когда мы видим первое, второе, третье условия на графике и принимаем решение. Но сейчас, в наше время, в 2024 году, все эти процессы стали еще проще, благодаря полной автоматизации, поиска вот этих критериев, фильтрации рынков, потому что выявляясь среди огромного количества акций, валют, криптовалют, рынки, которые прямо сейчас, в данный момент времени горячие, и где есть готовый сигнал, где уже отсортирована вся информация, очень-очень трудно, если бы мы это делали руками. Но роботы анализируют, находят сигнал по уже готовым настройкам. Нам остается сфокусироваться на исполнении, то есть открытии сделок, когда появился готовый сигнал. И сейчас я вам это покажу. Сегодня довольно необычный день. Как вы видите, я не выбирал специально торговый день, чтобы вам продемонстрировать работу. Но вот сегодня такой день, что ни на одном рынке нет пока горячих сигналов. И это очень круто. Почему? Потому что мы не торгуем в сонных рынках. Если будем торговать в сонных рынках, будем терять. И вот первая акция, которая у нас появилась на радаре, это акция GMKN. Давайте посмотрим. Чтобы открыть график, вот смотрите, у вас трендсканер, вот он, таблица. Смотрите, вам не нужно вот здесь идти в вид обзор рынка или держать его вообще на графике, или держать его в окне. Вам не нужно. Вы просто нажимаете на GMKN, вот сюда. У вас тут же загружается шаблон торговой системы. Видите, да? Все у вас готово. Смотрите. И вот здесь робот вам показывает точку для продаж. CELL 14988. Более того, в реальном времени он мониторит эту точку входа и корректирует, потому что рынок меняется. В реальном времени, видите, робот скорректировал вам точку на CELL. Таким образом, вы находитесь в актуальном моменте. Именно то, что актуально здесь и сейчас. То, что лучше торговать здесь и сейчас. В данный момент времени. От какого уровня? Потому что рынок меняется. Если это все вручную отслеживать, очень-очень трудно. Таким образом, если рынок придет к этой зоне, опять же-таки нам не обязательно, чтобы тик-втик к этой точке. Нас интересует область. Вот эта зона. Вот здесь. Все. Мы ждем коррекцию сюда и готовимся продавать. Естественно, на закрытой части у вас будут тренинги, в которых я рассказываю, как правильно входить в рынок, каким способом входить в рынок. Но 90% рутинных вот этих задач выполняет алгоритм. А уже дополнительный советник, который вот здесь вы видите в правом нижнем углу, он тоже входит, он помогает вам рассчитать объем, помогает рассчитать стоп-лосс и тейк-профит. То есть все сделано для того, чтобы вы упростили свою торговлю, привнесли дисциплину, постоянство и становились увереннее, когда речь идет о принятии решений у права края графика. Вот и все. Еще очень важный момент, например, если мы торгуем на рынке акций, я в частности, я стараюсь покупать акции, таким образом меня в большей степени интересуют сигналы на бай. Если вы и продаете акции, то такие сигналы тоже вам могут быть интересны. Что еще важно для трейдера, что ему не нужно анализировать разные периоды графика, например, если он торгует на минутки, смотреть на пятиминутку, на часовой, на 30-минутный график. Почему? Потому что робот анализирует ситуацию на старших графиках тоже. Он смотрит на пятиминутное состояние рынка, на то, как там двигается цена, на тренд на пятиминутке. Он смотрит в целом картину. Таким образом вы видите всю информацию на своем рабочем графике. И вам не нужно скакать с таймфрейма на таймфрейм, как обычно делают трейдеры, когда нужно принимать решения. У них 150 различных мыслей, идей, где можно войти, как можно продать. Возникают вопросы, отсюда сомнения, отсюда неуверенность. И в итоге они не принимают решения, либо принимают решения, которых не должно быть. То есть в этом главное преимущество алгоритма, который собирает информацию, фильтрует ее и в готовом виде вам предоставляет. Вы, как трейдер, следуете этому торговому плану, торговому процессу и становитесь более прибыльным. Почему? Потому что устойчивая психология, твердый торговый процесс, основанный на визуальных сигналах, это ключ к успеху. Никак по-другому в трейдинге не бывает. Если ты недисциплинированный или у тебя нет ясных правил, то ты теряешь деньги. Вот и все. Вот вчера я трейдерам в телеграм-канале писал. Давайте зайдем. Пока есть время. На биткоине вчера я торговал. Вот здесь, видите? Вот вчера у меня были сигналы. Три сигнала на бай. Вот это сигнал номер один, который мне дал тренд-сканер. Это прыжок в тренд, когда я прыгаю на ранней стадии. Второй, более консервативный, вход-коррекция. То есть покупка здесь, покупка здесь и третья покупка здесь. Обычно мы стараемся покупать или продавать в течение трех сигналов. Потому что чем дальше, тем рынок слабеет, становится не такой активный. Нас интересует вот эта самая первая фаза активности. Первая фаза волатильности. Когда мы за очень короткое время можем поймать резкое движение. Вот посмотрите здесь. Здесь в моменте за полчаса рынок прошел от отметки, ну, грубо 70 тысяч по крипте до 71 с копейками. То есть очень-очень резкий интенсивный выстрел. Здесь тоже в моменте, посмотрите, сколько мы прошли. Очень быстрые движения. Вот это нас интересует. А ранее еще, если вы смотрите мои обзоры, я рассказывал про вот эти торги, которые были в тот самый день, когда биткоин прошел 10 тысяч долларов. Вверх-вниз обвалился вот здесь. Подробное видео есть на моем YouTube-канале. Тоже посмотрите. Вот эти входы, когда вот здесь был sell-сигнал. Да, мы прошли за 15 минут. Вот 67 до 65. Две тысячи долларов цена прошла за 15 минут. Невероятно. В общем, очень-очень много хороших входов. Но еще раз, когда рынок горячий. И вот как понять, когда рынок горячий. Все это сканирует и фильтрует TrendScanner. Полноценная торговая система. И вот сейчас, обратите внимание, в реальном времени мы наблюдаем ГМКН. Вот сейчас мы подходим к точке продаж. Причем можно продать прямо сейчас, не дожидаясь глубокой коррекции. Потому что, когда цена подходит к зоне, здесь уже не так принципиально. Несколько пунктов выше, несколько пунктов ниже. Стоп-лоссы мы ставим, как правило, вот сюда. Здесь, видите, проходят черные точки волатильности. Но робот вам автоматически рассчитает стоп-лосс. Обычно они будут вот здесь. Тейк-профиты будут уже по соотношению. А также мы будем использовать функцию трейлинг стопа. То есть, если, например, этот рынок обвалится, ГМКН, и падение ускорится, то, соответственно, мы будем находиться в тренде до тех пор, пока цена падает. То точки волатильности будут двигаться за ценой. Вот эти черные. Таким образом, мы будем двигать наш стоп в плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, пока идет тренд вниз. То есть, мы можем удвоить, утроить, учетверить прибыль в сильных трендах. Если нет, рынок пошел немного вниз. Мы взяли прибыль. Все. Польше мы не находимся в этой сделке. Выходим. Я надеюсь увидеть сигнал на buy сегодня. Сегодня пока покупок нет. Большая часть российского рынка, возможно, даже в красной зоне. Да, видите? Если мы так отсортируем, все рынки, все графики находятся в красной зоне. Абсолютно. Видите, все. Минус, 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 минус. В красной зоне. Я покупаю в основном акции. У нас в зеленой зоне только Mitchell, Gazprom немного, Polymetall. Но Polymetall там в целом медвежий тренд. Очень слабая акция сейчас. То есть у нас GMKN из всех нисходящих акций. Самый сильный медвежий прессинг, скажем так, здесь. Самое сильное давление продавцов. И мы рассчитываем как минимум на движение вот сюда, к предыдущему минимуму. И затем усиление продавцов уже до 14.800. Но это не обязательно трейдеры. Еще раз, мы это не знаем. Будет ли усиление. Но мы знаем, что в большинстве случаев будет падение до предыдущего уровня, где мы сможем с очень большой вероятностью заработать. И затем, если движение пойдет, мы можем уже двигать стоп в плюс, чтобы фиксировать прибыль, гарантировать себе прибыль. И получить шанс на существенный профит, если тренд будет развиваться. Пока на валютном рынке, криптовалютном ничего нет. Пауза сегодня все очень спокойно, необычно. Вчера на самом деле тоже все было спокойно. У меня были сделки по крипте, по биткоину. И были некоторые позиции по индексам, в частности, Dow Jones и все. То есть рынки не были вчера суперактивными. Но нам это и не нужно следить, активный рынок или нет. Если он будет активным, мы просто получим информацию на радаре. Вот здесь, на нашем сканере. На валютном, криптовалютном, неважно. То есть где бы вы ни торговали. Еще раз, рынок не имеет значения. Я люблю торговать разные рынки. Это, во-первых, диверсификация. Во-вторых, возможности. И в-третьих, мы не торгуем целый день. Мы торгуем час-полтора за торговую сессию. Иногда чуть больше. То есть мы берем открытие рынка. Например, если Мосбиржа с 10, я обычно с 10 до 10.30, 10.45 смотрю на сигнал на Мосбирже. Если ничего нет, закрываю этот график, этот терминал. Почему? Потому что в следующий день я буду более свеж, более сосредоточен. Если в начале дня ничего нет, то, скорее всего, рынки сегодня не готовы двигаться. Более того, может быть такое, что в течение дня что-то взорвется. Я имею в виду какие-то новости выйдут, акция какая-нибудь полетит, кто-то что-то скажет. Или просто ни с того ни с сего рынок начнет двигаться. Да, такое может быть. И вы можете, используя этот алгоритм, торговать. Но я люблю торговать в определенные часы. Во-первых, они наиболее ликвидные, наиболее наполнены объемом. Ну и я бодрее намного. В 10 часов я бодрее. Ну и, соответственно, я стараюсь быть бодрым к открытию Америки, которая в 4 часа 16.30. 16 часов 16.30 по Москве. То есть это мое самое такое прибыльное время. Очень вероятно, что ГМКН сейчас обвалится вот сюда. До вот этой поддержки. Ждем его здесь. Да, это у нас был сел здесь, когда мы уже подходили к зоне продаж. И вот это первая точка. И если он усилится, то соотношение тейка к стопу будет сумасшедшее. Более того, если вы какие-то акции не торгуете, или они вам не нравятся, например, ГМКН, да, не самая такая вау, сказать, акция, вы можете оставить 20-30 акций самых горячих, например, Мечел, например, Полиметалл, может быть, Сбер, может быть, Совкомфлот. Такие акции, которые Тинькофф, может быть, которые, ну скажем так, более ликвидны, более активно торгуются, чем та же самая, например, акция Юнипро, например, не очень активно, или Крот, Красный Октябрь. Но бывает такое, что этот Крот так выстреливает, что летит без остановки, и ты можешь заработать гораздо больше, чем если бы ты торговал свои любимые символы или там ждал сигнал. То есть я стараюсь не привязываться, не жениться, да, можно сказать, на конкретной акции или на конкретном символе. Вот он мне нравится, вот я его торгую. Потому что он может спать, да, а ты его пытаешься растормошить, разбудить, и это ни к чему не приводит. И вот мы видим же, Гэмкэн подходит к этой зоне. Если мы в продаже здесь, то вот здесь, в этой зоне, мы уже забираем часть прибыли и остаемся в позиции, пока, видите, черные точки уже пошли на снижение. Мы можем потихонечку наш стоп двигать в плюс, двигать в плюс. Вот у нас появился сигнал только что, видите, внизу вот здесь. Фунт-иена, сел, 9 часов 40 минут, 188, 818. Мы нажимаем на фунт-иену, так как это не рынок акций, мы можем и продавать. Перейдем сюда и посмотрите, какой сильнейший сигнал на сел по фунт-иене сейчас появился прямо в реальном времени. Фунт-иене вот сейчас крайне вероятно, что мы видим очень интенсивное, резкое движение вниз. Акции ГМКН. Представляете, что происходит с акцией ГМКН. То есть вы здесь берете прибыль по акции компании ГМКН. Представляете, какое быстрое падение, отличный профит. И теперь приводите стоп в ПУ без убыток вот сюда. Здесь очень важно. Зашел, взял прибыль, потому что 8 сделок из 10 будут закрываться в плюсе после сигнала тренд-сканера и продажи в зонах, которые здесь указаны. И дальше уже мы не знаем, пойдет цена усилится, насколько движение будет. Нас это не интересует. То есть мы уже следуем дальше за рынком. Если он повалился, пошел вниз, мы стоп двигаем за черными точками. У нас подтянулся магнит. Давайте посмотрим его. 77.38, зона buy. Вот она зона, где мы рассматриваем покупку. Все, фунт-иена пошла вниз, полетела фунт-иена. И посмотрите, новых символов нет на тренд-сканере, только фунт-иена. Пошло движение. Мы вот здесь можем забрать половину позиции. Дальше остаток под черным точком перемещать, пока тренд падает. Только что появился сигнал по акциям магнита. Напоминаю, мы с вами ожидали коррекцию. То же самое, что и по ГМКН. То есть коррекция к ценности. Вот сюда и прямо сейчас у нас точка buy. Чуть ниже предполагаемой зоны, но это не так критично. Наши стоп-лоссы здесь. И мы ожидаем движение вот сюда. Вот сюда. Все остальные условия очень благоприятные. В частности, нас интересует положение. Вот немножко я уже вас, скажем так, готовлю к реальной торговле. Нас интересует положение нашего смарт-осциллятора. Видите, гистограмма зеленая выше 45. То есть в идеале она не должна опускаться. Когда мы вот купили здесь, вот buy, момент покупки, мы не должны быть ниже 45. Здесь сейчас значение 56, но ниже 45 не должно быть. Стоп-лоссы обычно ставятся по волатильности. Скажем, если средний ATR. ATR это волатильный средний диапазон свечи 10 с копейками пунктов. Если вы где-то здесь купили, ваш стоп умножается. Вот это значение. 10 умножается на 3. Соответственно, 30. Вот здесь будет ваш стоп. Плюс-минус. Если вы купили здесь, сейчас, то чуть пониже. Все. Это все заложено вот здесь. Вот он стоп-лосс 3. 3 это как раз множитель волатильности. По умолчанию вот такие настройки. Структура это моя настройка, потому что я руками ставлю стоп-лосс. Но для новеньких трейдеров самый оптимальный вариант использовать автоматический стоп-лосс. Когда робот сам его поставит. И вот здесь интересный момент. Смотрите, в реальном времени неподготовленный, непридуманный, очень интересный момент. Смотрите, в реальном времени мы увидели, что смарт-осциллятор обвалился до 36, но в моменте, когда мы вот здесь ждали бай, он был выше 55. Вот что в этой ситуации делать, если вы зашли при смарт-осцилляторе выше 50, а находясь дальше в рынке, заметили, что он обвалился ниже 36. Вот что в этой ситуации делать? Лучшее решение, которое в этой ситуации вы можете принять, это закрыть позицию без убытки. Ну, то есть там, где вы открыли, скажем, вот вы здесь купили, вот здесь выйти. Или тут купили, тут выйти. Прямо сейчас. Прямо сейчас нажать close. То есть закрыть по нулям. Вот это тоже очень важная единица информации, когда ваша позиция не работает. Таким образом, вы сэкономите деньги. Вы уменьшите значительно количество убыточных сделок, реагируя на ситуацию в реальном времени. Именно для этого я создаю алгоритмы, чтобы они упростили нашу торговлю, подсказывали нам, когда входить, а когда что-то идет не так. Потому что мы не знаем, на 100% невозможно знать, пойдет ли рынок здесь наверх. Да, вероятность высокая, но не 100%, ничего 100% нет. Но мы в процессе можем наблюдать за поведением нашего осциллятора, за поведением цены и принимать решение. То есть становиться профессионалом, специалистом по чтению графика в реальном времени. Так что здесь выходим по нулям. Итого у нас профит по ГМКН. По магниту у нас был байсигнал, мы ожидали коррекцию сюда. Затем смарт-осциллятор резко обвалился. Что-то не ладится, что-то не то. Выходим по нулям. И валютная пара фунт-иена. Хотя здесь, видите, подтянулись новые. Там у нас был сэл, и мы тоже заработали деньги. Итого два профита, один без убыток. И в одной позиции мы еще находимся. Это ГМКН. Все, мы можем смело магнит вот так закрыть. Видите, он даже пропал с радара. Остался только один график. Это ГМКН, как был изначально. То есть рынки сегодня в целом очень слабые. Рынок Мосбиржей весь пока по-прежнему в красной зоне находится. А если мы перейдем на рынок Форекс, индексов, золота, нефть, мы заметим, что здесь появились два новых символа. Это Немец, индекс DAX и крипта Солана. Но это я уже продолжу работать с этими активами, торговать уже самостоятельно. Иначе наш тренинг будет длиться до следующей сессии по 3-5 часов. В общем, если вы чувствуете, что это именно тот недостающий пазл, то недостающее звено в вашей торговле, которое может наконец-то привнести ясность, прозрачность, упорядочить ваши действия, то прямо сейчас переходите под этим видео, подключайтесь к тренд-сканеру, к торговой системе и используйте эти алгоритмы, чтобы стать лучше и извлекать прибыль из быстрых движений на рынке. Все, увидимся, до связи, пока. Продолжение следует...